На завтраке мы с Мико и Еленой присели вместе. Алиса и Ульяна купировали средний стол и теперь о чём-то шептались. Может, о нас? Нет, вряд ли. Мико, тут такое дело. Да. Оля внутренно хочет до концерта убрать Алису и Ульяну с глаз двою. Ну, проверка, сам понимаешь. А тут одна с голым животом, а вторая вообще не в форме. Да уж, это парочка не то, что стоит показывать комиссии в первую очередь. И что же мы будем делать? Я никогда никого не прятала. Я просто котенка один раз за школу принесла, но он мне неделю в шкафу жил, но потом шёл по дому гулять и порвал мамину любимое кимоно, которое ещё до войны прабабушка пошила. Меня наказали, а котенка наша с деткой забрала. Мико вздохнула. Но у нас шкафа никакого нет, куда же мы их денем? Да никуда, просто порепетируем все вместе до самого обеда, никогда не отлучаясь. Ой, у них какие-то там планы были? Ну вот, если им скажем, что они плохо играют, то я думаю, они решат, что надо ещё порепетировать. Не вариант. То ли было хорошо, а стало плохо, не поверят. Тогда я не знаю. Мику, что им сказать? Я врать не умею. Ну, нет, ну, когда Алиса себе глаз подбила, я ей говорила, что она нормально выглядит. А ещё, когда папина сестра была беременна, я говорила ей, что она совсем не толстая. Ну, даже не считается, а вот так взять и пообмануть я не умею. Ульяна говорит, что у меня всё на лице написано. Мик, Ульяна, Семён, хватит болтать, ешьте молча. Уже ты снова вошла в роль. Ну и ладно. Закончил свидетель, мы двинулись к выходу. Алиса и Ульяна попытались быстро выскочить наружу, но вожата их перехватила. Куда спешите, товарищи музыканты? Ну, я пошла. Столько дел. Лена, иди к Славе, там краски и всё, что нужно. А вас, Мутск, кружок, я попрошу остаться. Но мы торопимся. Интересно, куда? Алиса нейтрально скривилась. Как куда? Репетировать, конечно. Ульяна так же потворно пристанула. Завод прихватила. Ой-ёй-ёй. Вам бы вместо Мусклуба в тетральный кружок вступить. Такие актрисы пропадают. Ольга вздохнула и продолжила. Слушаем мою команду. В 11 часов приезжает делегация. Опять трое в телеге. Не считая гитарь, уже было. Нет, на этот раз настоящее. Они ходят по лагерю, смотрят, что и к чему. Вы, как лица неблагонадёжные, сидите в Мусклубе и репетируете. На люди не выходим. Клуб не покидаем. Семён за главного. Ульяна засмеялась. Как это за главного? А Мик? Сенька Микулю подсидел. Всем Микусика, это переворот. Не бойся, уйдём в подполье все вместе. Мы свергнем узурпатора и вернём тебе трон. Не-не, не надо меня свергать. Я не узурпатор, а я заместитель Мику по связям с общественностью. Может, выстрел на меня насмешливали, а девчонки с сомнением. Годится. И вот, заместитель, проследи, чтобы до концерта... Нет. До обеда никаких связей с этой самой общественностью не было. Не было. А в туалет? Терпи. Пионер стойко переносит трудности и лишения. Ольга Миллерна, может, чуть-чуть поменьше трудностей и лишений? Может, не в армии? Ладно, в туалет можно. Только быстро, окольными путями и под надзором. Алиса посмотрела на меня, потом покачала головой. Я с ним в туалет не пойду. Я тоже. Ой-ой-ой, очень мне надо вас туда возить. Я присмотрю. Они же девочки. Нехорошо, чтобы мальчиков в такое место провожал. Вот если бы это была, например, Тайга с медведями, тогда да. Семен бы стоял с ружьем или с топором и разгонял бы волков и медведей. Ну, а здесь ведь пионерлагерь, здесь дикой животных нет. А вообще Ленск рассказывал, что тут над ней есть. А раз есть селень, значит, могут быть и волки. Ольга, я не перестала понимать, о чём идёт речь и только кивнула. Я поняла. Мику проводишь, если что? Девочки, я вас очень прошу, не натворите ничего в последний день, ладно? Ладно. Мы направились к музыкальному клубу. Ну вот, хотя бы врать не пришлось. Ну, девчата, идём порепетируем? Мику довольно закивал. Идём. Да, гражданин начальник. Ты уж посмотришь, чтобы ничего не натворили. Памятник там не взорвали, воду не отравили. Оля, я на твоей стороне. Чтобы ты там не замышляла, так что не ворчи. А как ты узнал, что мы что-то замышляем? А я и не знал. Ты сама подтвердила. Сильно ты ушлый, да, Алиска? Алиса была полностью поглощена своими мыслами, так что даже не отреагировала. Синий не ушлый, он умный. А ещё очень хороший и порядочный. Это и плохо для нашего плана. Оля, почему мне такое чувство, что вы что-то задумали? Я же говорю ушлый. Мику, может, я его под темечку и в кладовке спрячу? Шурика по голове стукни. А Синий не трогайте, ему и так постоянно достается. То Алиса стукнет, то ветка упадёт, то я зонтиком побила. Отшибите ему всю мозгу. Или мозг? Это лучше сказать мозги. Но в случае с Семёном можно говорить бестолковка. А что такого? Он всё равно басист, ему не нужно, да, Алиса? Да чё? Рыжая снова не отреагировала. Алё, приём! Алиса, вон Клаус идёт. А? Ё? Попалась. О чём задумалась? Сама знаешь о чём, в клубе поговорим. Чё случилось? Мику, милая, почему у меня такое чувство, что от меня что-то скрывают? Ты такая разговорчивая, волнуешься? Ну что ты? Она отвелась, говорит. Да, врать ты то, что не умеешь. Девчонок, Алити, что вы задумали? Алиса обострела на меня и зловеще пообещал. Скоро узнаешь, скоро. Секреты, секреты. Мы сегодня вчетвером? Класс обещал закончить гитарой, а не в домике репетирует что-то. А тройка, вроде бы, Антон Иванович увезёт встречать гостей. Жалко, с ним веселее. Они там будут на меня стоять перед комиссией выпедриваться, а мы, значит, сидим в четырёх стенах. Под надзором этого, Бахматова. По беспорядочным связям. Блин, не ворчи. Зато после обеда как зажжём. Ага, зажжём. Чем зажжём-то? Песенка из Мэри Поппинс? Так, кажется, я понимаю, к чему ты клонишь. Алиса огляделась по сторонам. Тихо! Может, в кустах шпион с ним? Ну, в клубе закончим. Ты меня уже пугаешь. Какие шпионы? Ну, пожатые, покурите. Не важно. Так, пошли, Галь. А то жара начнётся, а я плохо заброшу, как это жарко. Не заметила разницы. Ща как дам больно. Алиса поднялась за плечами, но я остановила. Ещё-то можно я? Да на здоровье. Какая разница? Думаешь, на ведро воды над дверью? Это же было сыроежкиным, а я не повторяюсь. Да нет, просто, ну... У меня такое ощущение, что мы сегодня здесь в последний раз. Все вместе, понимаете? Хочется предать какому-нибудь моменту какую-то, не знаю, торжественную, что ли. Алиса недоуменно послевала на девчонок. Ничего не понимаю, ты о чём вообще? Мика углубнулась. Синя такой романтик. А ведь правда, девочки, сегодня мы в последний раз войдём сюда, как одна команда. Кончается смена, скоро мы уедем отсюда, и, наверное, уже никогда не вернёмся. Я стану только вспоминать, смотреть фотографии. Которые себе надо сделать. Ой, о чём ты? Ульяна наморщила лоб, потом радостно воскликнула. Почему это в последний раз? А, я поняла. Они намекают, что завтра я не приду добывать клуб. Так, накуся, выкусите. Завтра утром мы сюда ещё явимся. Доведём порядок, сдадим помещение вожатым. Романтики тоже. Алиса вздохнула. Ульяна, блин, ну почему ты всё портишь? Мику так красиво расписал. Зимён? Угу. Ты зачем у меня ключ взял? Открывай. А, да-да. Я оставил ключи от первого кабинета. Знакомый скрип петли, который я так и не собрался... Да-да, так и не собрался смазать за три недели, и нас окутало приятное, пахнущее свежестью прохлада клуба. Здорово. Ну, чем займёмся? Раз уж сейчас нас нельзя показывать приличным людям... Мику стрелала гитару на коленях и натирала её корпус на мягкой тряпочке, добиваясь блеска. Она потёргала струну и неуверенно предположила. Репетировать? Микоська, репетируй перед концертом, как мыться перед ванной. Расслабься. Знаешь, в Японии как раз моются перед ванной. Сначала принимают души, только потом садятся в ванную. Это потому, что вода дорогая, и ванну после каждого купания не выпускают, её берегут. А когда все искупались, эту воду ещё заливают в стиральную машину и стирают в Мику. Ужас. Ну, хоть борщ потом из той воды не варить, и то ладно. Мы все готовы, чё зря пальцем удавлять? Это вам одной руку шевелите, а я после каждой репетиции устаю, как не знаю кто. Давайте лучше отдыхать. Ах, какая у нас одарница рыватящая. Алиса ласково улыбнулась. Ухмылилась. Ты будешь учить Мику, как надо готовиться к выступлению? Да, буду. Всё, готово. Чё напрягаться? А то, о чём мы говорили, сёла? Конечно, сыроишка утром с меня убедила. Сказала, что иначе свяжем в кладовке, запрём. А с Женей буду танцевать пауз. Всё будет тип-топ. Да чё вы задумали-то? Я так выбираю. Что сыроишка сделал? Что? Интересно, если дать волю, то пол лагеря в кладовке будет лежать. И что ещё за тип-топ? Я взял бас, и мы отошли в уголок. Мику присел почти на том месте, где прошлым утром мы проснулись. Она перехватила мой взгляд и смущенно улыбнулась. Навевает воспоминания? Ещё как. Я присел рядом с ней, понизил голос, шумнул в дух. Я тебя люблю. Вместо этого она обняла меня и прижалась к щеку к моей груди. Всё-таки здорово, когда есть кто-то, кому можно вот так сказать эти слова. Уля нарылась в тумбочке, Алиса возилась с гитарой, и никто на нас не смотрел. Не удержавшись, я положил руку ей на бедро и... По клубу разнесу орёв раненого слона. Семён, я тебе руки оторву! Тебе кто разрешал её лапать? Я быстро отдёрнул руки от Мику, и мы притворили, что репетирую. Алис, ты чё? Это ты чё? Заняться больше нечем. Всю музыку разучил. Чё руки тянешь, куда не надо? Да не ори ты так. Я её люблю, и никто не умрёт, если мы разок обнимемся. Чё ты как мамаша. Ай, как мило, он сказал громко и вслух. Ну всё, теперь не отвертится. Такой момент пропустили. Надо было записать. Вон и микрофон рядом. Может, сейчас повторите, а? Да любите, вы кого ходите. Ты что несёшь вообще? Ты зачем мою гитару лапал? А, блядь. Гитару? Гитару, гитару! Я вчера струну отпустил, а сегодня опять натянутую. Ты зачем её трогал? Да вот, понимаешь, ну... Чёрт-то двойник. Даже после ухода он ухитрился в поток мне в неприятности. Баранки гнул. Не смей её трогать. Ты даже не умеешь же настраивать. Она прибежала, когда молода вниз прислушалась. Ты смотри, нормально звучит. Мику помогала. Чем вы заточи занимались? Да не трогал я её? Я и не умею почти. Может, класс проходил? Ой, не подумала. Ладно, проехали, играем. Вот, она орала и обидела ни за что. Мику вон напугала. Да, милая? Да-да-да. Кажется, Мику была подпечатлением от моего признания. Всё-таки шёпот ему на ушко это одно, а вот так на весь клуб совсем другое. Алиса только отпахнулась. Некогда пугаться. Репетируем. Играть так играть. Всё-таки за это время я неплохо наловчился. Мику присела рядом и время от времени подправляла мне руку или просто задавала такт похлопывания по бедру. Совсем как тогда. Ты о чём? Когда ты только начала меня учить. Помнишь, мы сидели вот так же? Помню, конечно. Мне кажется, я себя было совсем недавно. Неужели две недели прошло? Мне достался лучший учитель на свете. Ой, ну что ты такое говоришь? Вот мой дедушка, он действительно лучший. Правда, и учит по-взрослому. Ой, как же он меня отгонял. Такую маленькую? Ну мне уже восемь лет было. И такая маленькая. Я хотела, чтобы он меня хвалил и очень старался. Хорошо, что меня учишь ты, а не он. Ради твоего дедушки я его так не напрягался. А ты, значит, напрягаешься? Я с вами на прошедшие дни. Глупо, конечно, учиться музыке по папной ситуации. Но, пожалуй, я и правда старался. Вначале, чтобы отличиться. Потом, чтобы быть рядом с них. А сейчас я поймал себя на том, что получаю удовольствие от музыки и жду концерта в большинстве терпения. Очень. Тогда давай вот ещё вот этот кусочек пройдём. Ты теряешь тэп, когда руку переносишь. Надо вот так. Проглав каждую мелодию ещё по паре раз, Алиса отложила гитару и довольно огляделась. Мне кажется, неплохо. Семён, наши усилия были не напрасны. Цени. Я очень ценю. Спасибо за науку. Она, используясь паузой, я цапнула оставшееся от чайпития печенья и с аппетитом захрустила. Вместо благодарности набитает своих наставников. Уже с кого вы вырастили. Я пожал плечами. Слегка гузили кончики пальцев, а в остальном настроение было до неприлично хорошим. Ценика, давай пройдём ещё вот это и это. И вот это тоже, а? Играть же не будем. Зачем зря время тратить? Зачем? Зачем? За шкафом. Давай уже. Хочу убедиться, что ты не растерялась с таким трудом вбитые в файлковую навыки. Мик, убери второй гитару. Мик открыл на том срате и охнул. Ой, а кто ты рисовал? Уля, ну ты... Что, я маленькая, что ли? Нет, не отвечай, ничего не рисовал. Ну а кто тогда? Там Юля, что ли? Может, Лена? Эк, рисуй красиво, а тут корабль какие-то. Я на твоих рук дело. Смотри, это точно Мику. Молосы до земли, а это кто? Это Сень, ты что ли? Я сглотнул. Вчера Юля лежала там, что-то рисовала в тетради. Смотри, смотри, это не под дождём, это он на гитаре шпарит. А это с топором, наверное, когда вы с ним дрова рубили. Так фигня какая-то. Это же раньше было репусы какие-то. Эй, чего? Сенька, с кем ты отбеживаешься? Мик, куська, это вы где? И почему ты в панамке? Не знаю. Сенья, а что это вообще за рисунки такие? Стараясь сохранить спокойно на лице, взгляну на рисунок. Рисунок был небрежный, но фигурки явно что-то значили. Знать бы ещё что. Больше всего они напоминали какие-то пиктограммы. Я взял топор и... Их было 19. Несколько секунд я пытался понять, что всё это значит, почему линии две, и почему одна идёт подряд, а вторая скачет туда-сюда обратно, как кузнечик. Так, ничего не поняв, я сдался. Бейте меня, пионеры, моя вина. Я когда нервничаю, не начинаю рисовать всякое. Чёртиков там, стрелочки. Ай, ладно, всё равно я эти табы наизусть выучила. А Микой по памяти сыграет. Будешь должен. За портимущество. И за печеньку. Повезло. Мика только улыбнулся и молча погладила меня по руке. Сегодня она была такая тихая. Вновь перед концертом. Или перед отъездом. Не важно, главное, что она рядом. А чё, в смысле, а чё так ярко-то стало, а? Всё, мы все молодцы. Хватит репетировать, а то руки устанут. Теперь все отдыхайте, только осторожно, ладно? Руки не ломать, спины не срывать, не тонуть, не теряться. Договорились? Ну вот, а как развлекаться такими ограничениями? Ничего нельзя, я только хотел утонуть. Лена приложила ухо к моей макушке, а затем осторожно посвечала по ней костяшками. Словно выбивая арбуз на прилавке. Не, не потанешь. Тебя плавает положительно, потому что голова пустая. Лен, стопни с себя сама, а то жарко мне даже двигаться лень. Лена завразила удар с себя челюстью, а потом погрызила мне пальцем. Ты тогда перекращай, наветя, чтобы был бодрым и отдохнувшим. Совсем хорошо, если завалишься поспать на пару часиков. А надо? Надо. Нам вечером понадобится много-много сил. Олег, хороший семён по голове стучать, это бесполезно. Пошли, перейдём с себя в порядок. Я всегда в порядке, а вот у тебя в голове я упала с самого алтамазила головой. Классно тебя посмотрит и скажет. Рыжая ловко поймала дельтящую в неё бутылку с водой и безжалостно закончила. С такой прической только панк-рог играть. На себя посмотри. А я ещё маленьком не можно. Лена встала, потому что она натружена рукой. Идём, я тебя причешу. Или хоть, чтобы Семён сделал. Мико говорит, у неё здорово получается. Али слегка смутилась, но тут же ловнулась. И посмотрел, когда мне за спину туда стояла Мико. Не, лучше ты. Я повернулся и увидел, как Мико опускает руку, кажется, с сжатым кулачком. Хорошо, тогда разбегаемся переодеваться. Я на обед не иду, так что встретимся и после него. Мы с Мико остались наедине, но стоило мне раскрыть рот, чтобы позвать её на прогулку по тенистым сосновым аллеям, где много зелени и мало любопытных глаз, как дверь снова заскрипела, жалость на тяжёлую жизнь. Ну что, как идёт подготовка? Всё хорошо, мы уже закончили репетировать. После обеда расставим колонки, подключим инструмент и всё будет готово. Какие вы молодцы! Она вскинула бровь, а глядела клуб, даже заглянула за Рея. А где Алис с Ульяной? Так это... И правда, я совсем забыл, что меня попросили присмотреть за нашей парочкой. А что делать? Репетиться, сидящая рядом Мико? Немножко что-то и забыть. Важата вздохнула. Великолепно, замечательно! Автобус и делигация уже на подходе, а по лагерю ходят две бомбы замедленного действия. Ольга Дмитриевна, ну почему вы так о них думаете? Они не всё время хулиганят. Опыт знаешь ли. Да. Ну хорошо, Семён, ты, наверное, иди поищи их, а мы с Микой ещё раз... Нет! В смысле? Я... я сама их найду. В конце концов, я старшая в клубе или по клубу, и я должна следить за тем, чтобы его участники не терялись. И я лучше знаю, куда они могли пойти. А у вас дел много, не хватало ещё бегать по лагерю и искать Алису с Ульяной. Мы уделяемы пострелили на неё. Мику и ориентация на место вообще плохо сочетались, ведь сейчас она была такой привлечённо-убедительной, что не хватало только таблички «Я вру». Ольга пострелила на честное лицо Мику, потом подрагивающая от жары в воздух и кивнула. Бродить по жаре ей явно не хотелось. Хорошо, поищи сама. Ох, распустила я вас. Вообще-то весь отряд должен быть у меня на глазах 24 часа в сутки. Она лунулся, давай. Вожатый из меня так себе, да? Ну что вы такое говорите? Нет-нет, замечательная вожатая. Не льсти не поможет? С хрива они уже приехали. Опять торжественная встреча, речь... Торжественная встреча, речь, хлеб, соль. Надеюсь, мне тот же самый. Два дня всё-таки прошло. Она рассмеялась. Нет, конечно, тот мы на бутерброды изрезали. Наталья испекла ещё один. Не знаю, вкуснее он или нет, но красивее точно. Я пойду? Она старалась не стереться моими глазами, но при этом едва заметно улыбалась. Куда тебе... Ну ты же не... Что ты меня... Что-то задумали, Ванну. Ну да, ну точно тебе говорю. Точно что-то задумали. Ну ты же не идёшь искать Ульяну с Алисой, да? Ну точно нет, ну точно. Ну да, построите их найти до обеда. Хорошо. Сеня, будьте осторожны до концерта. Не повреди руки, очень тебя прошу. Ну вот, значит как. А кто будет аппаратуру на сцену таскать? А мы что-нибудь придумаем. Она сверкнула своей обычной улыбкой и воскликнула из-за двери. Ольга помолчала, потом устала, стянула Панаму и поинтересовалась. Не хочешь пойти встречать делегацию снова? Я быстрил на солнце. Конечно, интересно было бы посмотреть, кто там приедет, но сама идея торчать на жаре и улыбаться к гостям вызывала здоровое отращение. Если честно, не очень. Никто не хочет. Но Марина из второго отряда мне выделит своих пионеров, так что обойдемся. Снова торжественная линейка, пойдете показывать лагерь. Какой там лагерь? Я их после обеда сдам с рук на руки Антону, он формально все еще их сопровождающий. Пусть отдохнут и скупаются. Надеюсь, никто не решит отынуть нашу смену. Как-то вы очень серьезно к этому подходите. Разве здесь что-то может случиться? Семен, Семен, то-то и оно, что случится может что-то угодно. Ваш забег в лес это еще не самое страшное. Обстрел в сторону пляжа. Придется претвориться в самом обычном лагере без всяких аномалий и мистицизма. Иначе что? Иначе? Не знаю, знать не хочу. Никаких ЧП до завтра быть не должно. Идти из управления культуры, они-то самые настоящие. Не то, что мы с тобой. Я настоящий? Да, конечно, вот только... Она задумала, смокнула рукой. В общем, лишнее внимание нам сейчас никак не нужно. Осталось меньше суток до конца смены, а потом... Лагерь исчезнет. Он только посмотрел на меня, как на идиота. Конечно, обязательно исчезнет. Но он официально для тебя здесь, и пионер для декораций. Просто проверка уедет, и волноваться будет не о чем. Я думаю, такие вещи здесь решаются. Вот как со мной. Или с вами. Ты здесь почти месяц, и еще не заметил, что по ней так должно быть очень условная вещь? Видели бы вы, что здесь случилось за этот месяц? Ольга притянула руку и взросла мне волосы. Так, в смысле, почти месяц, прошло до всего две недели, алло. Да-да, расскажи мне какое-то странное место, я-то не знаю. Ладно, так что делать будем? То, что и положено делать в непонятной ситуации. Поддерживая маскарад и приспосабляемся. Приспосабливаемся. Кормим, развлекаем иностранцев помладше, а во жестко-то единственным образом обнаружилось несколько литров домашнего вина. И сколько угодно мяса для шашлыка, чтобы отлить проверяющих постарше. Обнаружилось? Лагерь, что ли, подбросил? Дождешься от него и электрик вес. А он... что, тоже? Нет. Я ждал какого-то продолжения, но его не последовало. Так, вас сегодня ночью не ждать. Вино, шашлыки. Антон. Ай, давай без намеков. Мы с Антоном просто друзья. Вообще-то я ничего такого не имел в виду. Ольга смутилась, затем улыбнулась мне. Нет, правда. Так что если ты собирался воспользоваться освободившимся домиком, то вынужден тебя огорчить. И разочаровать. Я сегодня ночью и дома. И чувствую, дрыхнуть буду без задних ног. Вот этих. Она скинула босоножки и пошевеляла пальцами ног. И обратила внимание, что сегодня ногти на ее ногах были аккуратно подкрашены лаком в тон форменной юбки. Просто друзья, да? Вожата перехватила мой взгляд. Красиво? Ввела на прощение и подарила свой лак. Она заткнула, потом давала. Я так расчувствовалась, что отдала косметику. Ту, на которой спорили. Да, симпатично. А я не знал, что вожата может окрасить ногти. Ольга в зеленом стрел на мне. А что-то такого, это же не кольцо в носу. Должность инструкции написана. Аккуратный внешний вид. Пусть кто-то только писнет, что нанесено неаккуратно. Она поливалась переливами синий-зеленых ноготков и снова обулась. Семена, я прошу, не подведи меня. Настало совсем чуть-чуть присматривать за нашей бандой, ладно? Ее носом чую, что они что-то размышляют. Постарайся их найти и не дать учудить что-нибудь, выходящее за рамки, ладно? Я постараюсь. Ложь, постарайся. Из динамика радиоточки послушался шорох, воровье мирно на нем дремавшего, вмещен чирик-чирик глылись ее. А на лагере разнесся приятный женский голос. Лагерь Савянок приветствует делегацию пионеров из дружественных стран. Торжественная встреча состоится у главного входа через 10 минут. Все желающие могут принять части. Просим соблюдать правила поведения в форме одежды. Сейчас приездная делегация опять переносится на 20 минут. А потом просьба согласовать очередность посещения столовой. Первыми обедают младшие отряды. Нам день простоять, до ночи продержаться. Точно не пойдешь встречать? Нет, спасибо. Она нацепила официальное выражение лица и поправила галстук. Пойду встретить наших гостей снова. Пожелай мне удачи. Не пуха. К черту. Ольга лубнулась в ней и зашагала к главным воротам. Утренние бутерброды, завтрак и два чая питья начисто убили желание идти в столовую. К тому же, если туда поведут делегацию, то наверняка все будет до отвращения официально. Салфетки, сервировки, подливку хлеба не собирают, громко не чавка и все такое прочее. Я именно нашел по аллее, ведущей к кружку наших техников, и я и думал, как потратить неожиданно свалившееся свободное время. За семи этими репетициями, болезнями и их разработками у меня его почти не было. Я не очень представлял, что же с ним делать. Для начала надо было найти девчонок. Мику могла бы и намекнуть их искать. Интересно, чем же они занимаются? Обед, девчонки, скорее всего, не пропустят, так что неподалеку от нашего домика я нашел скамейку, надежно скрытую от жары, и по сравнению глаз с сиреневыми кустами. Кажется, Ольга просила меня взять маленький топорик и вырубить эту поросль, портившую вид, но я так и не собирался этого сделать. Очень удачно вышло, но наблюдательный пункт лучше не придумать. Вскоре наружки, ведущую в сторону столовой, показалась процессия из нескольких незнакомых взрослых, стайки пионеров, которых я раньше не видел. Впозле них шла Ольга с Антоном, и что-то им рассказывали, и вроде они очень скучно. Не знаю, что я ожидал видеть, негров реапортовых шкуров, гольцами носу, индусов в национальной одежде. Какой-то из гостей был очень смуглым и черноволосым, навевая воспоминания про Аладдина и горы среди песков, где нет улочек, а только одни базары, среди которых неслышно скользят верблюды и женщины с голодонок, завернутые в чадры, бурки и прочие паранжи. Кто-то мог быть как пионером из какой-нибудь азиатской страны, так и нашим отечественникам, отечественным татаринам или калмыкам. Выделялась парочка кудрявых, темнокожих гостей, очень похожих друг на друга. И еще все они были гораздо младше Клауса и Трука, ровесники Ульяна, может еще младше. Даже к лучшему, что Ольга встретила их с пионерами из младшего отряда. Я встал, чтобы выглядели делегацию получше. На какую-то долю секунды мне захотелось подойти, познакомиться с прибывшими и даже показать им лагерь, но чья-то голова врезалась мне в грудь, выбив остатки воздуха. Твою ж налево, я думал опять по голове ударили. Так это Ульяна, наверное, да? Или нет? Или да? Ой! Я потер солнечное сопротивление и сильно выдохнул, разглядывая билла панаму перед собой. Сперва он мне показал, что эта вожатая зачем-то уменьшилась вдвое, разогналась из-за сбега, нападала мне под дых. Но глаза, сверкнувшие на меня из-под панамы, отпевали золотом, а не зеленью. Юля? Да, привет, я тебя не сильно ушибла. Нифиас себе! Нормально она так в пионерку переоделась? Нет, я от неожиданности. Чё это мы бегаем по лагерю и бодаемся? Не мы, а я. Извини, так получилось. Она гляделась по сторонам, словно нача кого-то. Неужели снова? Нет. Мне же обещали, что всё кончилось. Я протянул рукой, порвала из сверху шри на галстук. Вот, а почему ты так одета? Для маскировки. Я же обещала послушать ваш концерт, но моё платье слишком выделяется и хвост не прикрывает. Ну, хоть так бы. Не, ну, кстати, маскировка неплохая. Я пошла на склад и взяла себе одежду. Тебе нравится? С хвостом или без, из лагеря, или из леса, девушки остаются девушками. Очень. Она подробовала край юбки и пыталась заглянуть себе за спину. Как вы такое только носите? Я даже на дерево сейчас забраться не смогла, когда убегала. Ну, прости. Мы по деревьям не лазим? Да и то, в смысле, как мы носим? Я мужчина. Хотя, по идее, рубашка такая же, только юбка. Только юбка вместо штанов, там, штаны вместо юбок. Нет разреза для хвоста, очень неудобно. Да, идея пионерки с хвостом прыгающей по деревьям советским швейам в год точно не приходила. На меня не смотри, я юбки не ношу. Погоди, погоди. От кого ты убегала? Я услышал, как куста кто-то играет на гитаре и поет мужским голосом. Мне пришло поздороваться. Чё, Клауш, что ли? А это оказалось не ты, а какой-то незнакомый пионер. Он сначала стал на нее разглядывать, а потом... Она замялась и покраснела. Сделала очень некрасивую вещь. Девушка на упорке пыталась запрыгнуть на дерево, а когда не вышла, то просто убежала. Вот. Какую некрасивую вещь. А что... Ну, ладно, я не буду даже... Я придумывать даже не буду. Наверное, я погуляю в лесу до начала концерта. Люди такие странные. Понимаю. Тебя проводить до ворот? Нет, не надо. Сегодня очень важный день. Она правила панамку и улыбнулась. Если веку снова тебя приревнует и убежит в лес, то все будет зря. Концерт сорвется и... Юля помялась, потом покачала головой. В общем, вам сейчас нельзя никак свариться. Это очень важно. Да мы и не собирались. Нет, а ты так думаешь. Юля прикрыла глаза словно прислушивая чему-то. Она с ним спокойно и тона заявила. Например, полчаса назад мы могли сильно поругаться из-за того, что Мико не сказала тебе, где будет. И не померлись бы до самого отъезда. Не шути так. Моя собеседница вздохнула. Я не шучу. Но давай не будем на том, что чего не случилось. Лучше о том, что случится. Как настроение перед кон... Ой, это снова он. Мне показалось, что я слышу, как она шибит. Но это, конечно, было игровое ображение. Меня бросил быстрый взгляд на аллею. От клуба в нашу сторону шел Клаус. Что же Клаус там нехорошим... Нехорошим жестом-то делал? Рукой что-то показывал, да? Мне все выглядело задачей. Он осматривался по сторонам. Заглядывал в кусты, словно ища что-то. Или кого-то. Может, медведя? Нет, наверняка он знает, что история про медведя избала лайками, пьющих водку с самовара под ядерными ракетами и выдумку. Хотя так всегда думают, но это какой-то бред, конечно. Я побежал. Юля рванулась в ту сторону, куда только что ушли Ольга, Антон и иностранные делегации. Иностранцам ее лучше не показывать, это точно. Возатые пионерки в праздничных лагерях не боятся. Я уже видел, с какой быстрой Юля может двигаться, но все же попытался схватить ее за руку. Нет, не успею. Дистанция между нами росла с невероятной быстротой. Тонкое запястье уже было в недосекаемости, оставалось только... Прости, Юля. Хвост. Как мог, мягко я схватила за хвост и потянула назад, стараясь не сделать больно. Юля замерла, сжалась, а потом... Ты! Ты! Она говорит человеческим языком, но ее голос почему-то звучал пронзительный кашечевой. Он был полон злобных ноток, и какой-то инстинкт подсказал мне, что целостность моей физиономии под большим вопросом. Это да. Я взялся по сторонам, но все, что нашлось, это небольшой сарайчик для инструмента. Даже не сарайчик, а большой ящик, стоящий вплотную к дому. Я мягко втопнула в этот ящик, закладывая дверь под первой спиной. Ты что делаешь? Выпусти меня! Здесь тесто, и плохо пахнет! И паук! Два паука, три паука. Ой, снова два. И одного раздавила. Или три. При этом она не переставала барабанить дверь, так что... Да так, что меня ощутимо подбрасывало. Глядя, пожалуйста, не шуми. Считай, паучков сейчас он пройдет, и я тебя выпущу. Удары стихли, вместо этого дверь принято скрестись. Да так, что с той стороны на пол наверняка сыплась стружка. Кажется, Клаус не заметил Юлю, пока шел сюда. Он какой-то взъерошенный. А на руке красовали свежие царапины. Да ёпта! Халло! Привет! Что с рукой? Семён, мой вопрос будет очень странный. Но есть всё с артистами. Костюмы, грим, маски, которые переодеваются. Не знаю, вроде бы что-то такое есть. Театральный кружок, но я не уверен. А зачем тебе? Туда хорошо! Я решил, что мне пора в Клапс Мехле... Псих больницу. Надо же, какие мы нежные. На этом мы с вами покидали уже три недели. Даже больше. Что-то случилось? Я пришёл в клуб, хотел поиграть через ваш усилитель, но там никого и дверь заперта. Когда я сел с гитарой в кустах, там есть пывальное дерево и стал играть так. И вдруг мне подходит странная девочка, а дальше... Чеферой! Чертовщина какая-то. Что ж ты с ней сделал? Я хотел с ней познакомиться, а она попыталась... Ты не поверишь? Я сам не уверен в том, что видел. Поверю. Что она сделала? Она попыталась запыгнуть на дерево, но она не смогла. Скользнула, и тут у неё... Не, я смутился, покраснел. Юбка очень краткая, я... нечаянно, правда, совсем нечаянно заглянул, а там хвост, понимаешь? Я-то понимаю, сам первый раз удивился. Хвост и хвост, почему девушки не иметь хвост? Что это такое, в самом деле? Даже мило. Я думал, это костюм для какого-то номера на концерте, и потрогал его, хотел проверить крепко ли держаться. А он... Ну, не знаю, мне показалось, что он живой, настоящий. Я спину не слышал шипение, а скрежет по двери стал сильнее. Я закашлял, чтобы заглушить избуки. А она вот, в пацану помню руку, и я убежала. Да? Не знаю, может, кто-то к номеру готовился. Что-нибудь акропатическое в костюме кошки. А на дерево... Царап... А царап это зачем? Это от смущения. Представь себе, что тебя заставили в костюме кота. Хм, ладно, я не хотел её пугать. А почему ты сидишь здесь, а перед не идёшь? Да, решил пропустить. Мы в клубе поели. Хорошо тебе, а мне нужно идти. Ты видел тех, кто приехали? Да, я думал, они постарше будут. Нет, на старшей клубе трое было. Я, Чука, ещё и Иванка. Она из болгарки, симпатичная. Он луднулся, и обвел руками в воздухе, что-то напоминающий восьмёрку. А стольник, кто приехал младше, и Антон обязательно потребует, чтобы я помогал за ними присматривать. А они шумные, и по-немецки, и по-русски тоже. Ти когда-нибудь пробовал жестами объяснять, что потерял кеды. Мальчик жестами пояснял, что его зовут Хуан. Вот как? Так ты у нас вроде славяны, да? Что ты имеешь в виду? Она тоже с фермой, и тоже помогает вожатой. Да, получается так. Он луднулся. Ладно, если я буду сидеть в кустах, это не поможет. Пойду обедать, до встречи. Он видит, что он шёл подальше, я открыл дверцу и упустил зверошную и злую Юлю. Она тут же стукнула мне в плечо. Ну, хоть не сарапала, как Клауса. Никогда. Никогда так не делай, понял? Прости, я забыл, что ты не любишь замкнутые помещения. Тот второй, ну, который вчера приходил, он же мне говорил, он же мне говорил, не сидите, пожалуйста. Голубый, я не про это. Она по кошачьей выкнула её хвост, подёргивался влево-вправо. Я... Не трогай мой хвост, это... Это очень личное. Я только ему позволяю, в смысле тебе, но тому, другому тебе. Извинём, у меня никогда не было девушки с хвостом. Откуда мне знать такие тонкости? Больше не буду. Он нас почему-то накивнул. Хорошо, я понимаю, что ты не знал, но больше так не делай. Вы, конечно, один человек, но всё-таки ты не он. Всё, всё, больше не буду. А наш кот она улыбнулась. А кто? Я это я, понял? Честно, даже не пытаюсь. Здесь только странно во всём понимать. Голова лопнет. Если бы с самого начала так смотрел на вещи, а то бегал, тут разнюхивал, записки себе писал. Тебе легко говорить, для тебя это всё привычно. Ничего подобного. Я сама здесь чувствую себя, как будто сижу в комнате, полный кресел-качалок. Никогда не знаешь, какая тебе хвост придавит. Все эти чужие люди, их здесь было как бы быть не должно. В каком смысле? Юля прямо помотала головой и повторила. Не должно. Чтобы я смогла стать настоящим, мы очень сильно повлияли на это место. И теперь он живёт само по себе и ведёт себя неправильно. А раньше ты была какая игрушечная? Я не очень понял ваш рассказ. Юля не брежно черкнула ногтем по листку сирени, отчего тот безусловно распался на две половинки. Одна осталась на деве, а вторая упала на ковёр из сосновых иголок и травы. Настоящее это только слово. Мой любимый тоже долго пытался понять, как это работает, так как устроено. Для тебя настоящее это то, что ты можешь потрогать рукой, увидеть и укусить. Ну да. А есть другие места. И те, кто там живут, не могут потрогать рукой и убить тебя. И для них не настоящий ты, а для себя они очень даже настоящие. Следишь за мои мысли? Вроде бы. А это место как перекрёсток. Я читала книжку о лесу стране чудес. Помнишь крыльчу нору? Ага. Нельзя просто перейти из одного мира, реальности. В общем, из одного места в другое. Ты исчезнешь или ещё хуже застрянешь там и будешь уходить сквозь стены и людей, невидимое и неслышимое. Зато пройти сюда и потом выйти в другое можно. И скоро мы это сделаем. Сложно было подобрать ключик, дальше всё уже просто. Она шелли голодну, с быстрым движением приподняла панаму и почесала себя за ухом. Досталась снова иголку и виновата пояснила. Сосны. Не люблю их, они с молотой пачкутся, а потом не отмоешь. И навек к ней посетишь сильно колючее. Я бы подумал, это ты вернётесь, это вы вернётесь туда, откуда я, он, мы пришли, да? А куда донёс я? Останешь здесь? Глупый. Много не только лагерей. Твоих миров тоже бесконечное множество, хватит на всех. Она подумала, с ним добавила. Знаешь, я сказал, что мы повлияли на это место, но может быть всё наоборот, может это оно играет с нами? Не знаю, какие у него планы от тебя, главное не сорви концерты, то есть царапаю. Да камику-то настоящая? Юля улыбнулась, словно показывая, что шутит. Я посмотрел на половинку листов на земле и кивнул. Ладно, я постараюсь. Ну договорились. Она втянула запахи на себя ещё со стороны столовой. Ммм, рыбкой пахнет. Знаешь, я передумал идти в лес. Пошли посмотрим, что там вкусненького дает. А не боишься, что тебя поймают? Только-только от класса убегал. Боюсь, но я панамы снимать не буду. К тому же, там рыбка, а за рыбкой я родину продам. А где у тебя эта самая родина? Опять дурацкие вопросы. Она улыбнулась, собрала хвост под юбку, а теперь её было не отличить от обычной пионерки. Пошли быстрее, а не то всё без нас едет. Кажется, она больше не боялась попасть со стороны нас в глаза Мику. Мику, куда же она подевалась? Может, я встречу её на обеде? Первое, что я сделаю, если мы выберемся отсюда, это попробуем мороженое. Ты, рассказывал. Мы как-то пробовали приготовить его здесь из молока и сахара, но получилось только сладкий лёд. Совсем не то, что я хотела. Жалко, что его не делают со вкусом рыбки. Я бы попробовала. Сладкая рыба? Ужас. Да не понимаешь, это вкусно. А потом лыжи и коньки. Зимывает снег только в холодильнике на кухне. Но однажды в одном из других посреди лета пошёл самый настоящий снегопад. Но это было всего один раз, как называется, тысяча раз по тысяче. Миллион. Вот. А если тысяча миллионов? Миллиард. Значит, это было один раз на миллиард. Но мы играли в снежки, и он обещал, что научит меня кататься на лыжах. Только я один на степле, у меня в тот раз чуть хвост от холода не овалился. Здесь есть лыжи и костюмы, но в том лагере их разобрали пионера. Мы вошли к салону, как раз вспомнил, чтобы услышать истошные вопли электрика. Те же тишайший мужичок, от которого я не услышал и десятка слов, всегда незаметно сидевший в своей мастерской и попыхивающий белым морем. Сейчас он стоял у Волги, которая три недели стояла на одном месте и которой мы все привыкли считать частью местного пейзажа. И он был очень, очень зол. Так, капаскуда! Поварик схватил его за руках и говорил, что это показывает маконировка на машину. Я не ругаюсь, я спрашиваю, какая фара от моей ласточки? Только по везде поставил экспортные, не запотевающие фары. Что? Какие иностранцы? Какое лицо лагеря? Не трогай меня, я спокоен! Наконец-то удался уговорить, теперь сидел возле ослепшей машины. Время кремни засовывало руку в зияющие дыры на месте фар. Что это? Он так надрывается. Или это не ты у него что-то с... Дюля? Ну или уже не было. Она смешалась с пионерами и затерял в столбе. Не стоял в жарке и светлых панамок, шляпок и без булок было слишком много. Чтобы искать среди них, тут стоит Денисленда, который скрывает из кошачьей ушки. Вот и пообщались. Перекрест какие-то ключи под дешевый фантазик. Эт да. Подожди, так кто фары это всё-таки украл? И зачем? Обед закончился, но никто из моих подруг так не появился. Я стал прикидывать, куда мог врать целый музыкальный клуб в полном составе. Они наверняка где-то вместе и наверняка что-то затевают. Почему-то не хотят посвящать мне свой план. Конечно, этот двойник мог их похитить и теперь надо было ждать записки, что-то вроде «Если ты не откажешься от концерта, то будет плохо». Или, зная девчонок, скорее что-то вроде «Завери их обратно, что хочешь сделать». Нет, Юльвис сказал, что всё закончилось. Может, они готовят сцену к выступлению? Сцена. Туда отправлю на начало. Возле сцены было на удивление пусто. Я думал, здесь будет повсюду кипеть работа, но подготовки к вечернему концерту не наблюдалось. В густой траве лежали фанерные щиты, парусины и какие-то верёвки, видимо, ожидая от тех, кто будет это всё собирать. Я подошёл к деревянной вылицалке и невольно вспоминаю, как Славя в своих облегающих шортиках, сказал, «О ключи под сценой». Ага, да. Да ёпта, зачем напоминать? Шёл её память тут же услужливо напомнил, нарисовала мне картинку, как это было. Вокруг было тихо, спокойно, никто не увидел с горячим энтузиазмом глазами и не пытался пролить меня к созидательному труду. Самое время, самое место и время, чтобы закрыть глаза и расслабиться и морально подвозить к вечернему выступлению. Сверх что-то классно, кто-то чертыхнулся и в землю прямо у моих ног вонделась увесистая отвертка. Я сглотнул, ещё бы немного, затем с небес создался глаз. Семён? Извини, я тебя не задел? Нет, всё нормально. Отвертку подпадай, Тибернетик стоял на длинной лестнице под самым сводом сцены и возился с узкодереванной рамой. В ней были прикручены подозрительно знакомые фонари. Круглые, с рефлекторами. Серьёзно, они с... Художественный фильм спить надо. Стало мысленно убрать цветные стёкла, добавить решётку радиатора и стало ясно, кто довёл нашу электрику до истерики. Я подал им инструмент. Интересно, эти светильники. А где ты их взял? Шурик уставился на фары, словно не видел их раньше. Правда? Наверное, где-то в мастерской нашёл, да? К сожалению, нет. Там электрик ввёт меч требует подать ему голову того, кто вырвал фары из его машины. Вот чёрт. Я думал, что ты шутил, что ты по лагерю бродил. Я тоже так думал. Выходит, это всё правда? Ну, что я голый бегал. Так это он по пьянке, что ли? Да. И про скворечник из гитары. Именно. Блин. Он попытался замокнуть рукой, но чуть не прокинулся вместе с лестницей. Тихо, тихо. Я думаю, что если возле меня с лестницы упадёт ещё один пионер, то вожата что-то сапатурит тут. Кстати, вожата же собиралась нас не допускать к опасным работам. А она и не допускала. Тогда что-то там сделаешь. Но... Он спустился с лестницы, жадно припал к бутылке воды, стоящей рядом, потом тронулся ко мне. Лена вчера жаловалась, что цвета музыки не хватает. И я, кажется, пообещала что-нибудь придумать. Видимо, это и есть решение. И вот это оно, сверху. Наверное. А во всяком случае, когда я проснулся, то в руках у меня был самодельный светильник с разноцветными стёками. Получается, фар из машины выпустил, да? Электрико жалко, убивается ведь. Страдает. Обещает вандалу ноги с руками местами поменять, если поймает. Нужно будет вечером тихо и незаметно выкрутить их назад. Если я хоть немного разбираюсь в автолюбителях, то теперь он будет нести возле машины круглослышную вахту. Возможно, с топором, утыканными гвоздями, палкой или ещё чего-нибудь дотилетим. Кольчу режущим. И когда он увидит, что кто-то ковыряется в его ласточке, то может это кому-нибудь нанести лёгкие челюстные повреждения. Твёрдым, тупым предметом. Что-то не хочется. Меня уже били шахматными досками, предмет очень твёрдой и туповатой. Как ты ухитрился? Да, это... Мне родители мопед купили, и я немного усовершенствовал тормоза. Точнее, это я, думал, что усовершенствовал. Оказалось, что если колодки на место не прикрутить, то он не тормозит, и я это обнаружил, когда спускался с горы в парке. А там какой-то шахматный клуб сидел, и я переехал в 10 досок. Такая точность, ты даже число запомнил? Ещё бы не запомнить. У меня добрали мопед и пообещали сделать с ним то же самое, если я не починю все их доски. Ушло много времени с солярного клея и нервов. Он вздохнул. Но было весело. Ты не видел наш мускул? Куда-то пропали, не могу найти. Думал, может здесь звук делают. Нет, тут ещё декорации собирать будут, а инструмент потом подкручил. Знаешь, я их на обеде не видел. Сбежали, наверное. Будешь один играть. Кану тебе, сон на басу всё 20 минут. Ты посмотри, может они уже сидят в клубе? Идей было не хуже других. Я увидел, что двери в клуб приоткрыты невольно ускорил шаг. А я думаю, на этом мы всё-таки закончим эту серию. Я уже думал, что уже на концерте будем играть, но походу не дождёмся. Дождёмся следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось на подписанный канал, ставьте лайки, а оставляйте комментарии. На сцене был я, Марк. Всем пока.